Минувшая неделя запомнится возрождением ещё одной внедорожной легенды. Вслед за Фордом Бронко вторую жизнь получает Jeep Grand Wagoner. Peugeot упражняется в автомобильном дизайне на модернизированном семействе кроссоверов 3008 и 5008. Renault готовит третье поколение Логана и Сандера. Тем временем в России началось производство обновлённого Kia Rio. На рынок выходят рестайлинговые Audi A4 и A5, слегка улучшен Nissan X-Trail и скоро изменится теперь уже редкая Honda CR-V. А ещё мы поинтересовались, когда же в России отменят штрафы за превышение средней скорости. Итальянский этап Формулы-1 последний раз прошёл без зрителей, зато вернул в королевские гонки забытую интригу. Уже первый круг запомнился столкновением Александра Элбена и Пьера Гасли. На шестом гонку покинул Себастьян Фептель. На двадцатом круге сход оформил Кевин Магнусен, а на двадцать пятом Шарль Леклер буквально разложил свою машину. После этого заезд был остановлен на 28 минут, а после рестарта сошёл Макс Ферстаппен. В итоге свою первую гонку выиграл Пьер Гасли. Карлос Сайнс финишировал вторым, и для испанца это тоже лучший результат. На третью ступень подиума поднялся Лэнс Стролл. Даниил Квят незадолго до финиша пропустил вперёд Льюиса Хэмильтона и закончил напряжённый заезд девятым. Российские фанаты Формулы-2 безусловно болели за Роберта Шварцмана, который числился лидером чемпионата. Однако в прошлую субботу Роберт приехал только девятым. В воскресенье россиянин финишировал шестым, но благодаря дисквалификации победившего Дэниела Тиктума Шварцман поднялся на пятую строчку. В личном зачёте Формулы-2 наш соотечественник теперь располагается на третьей позиции. Шестым значится Никита Мазепин. В первой гонке уикенда он сошёл из-за технических проблем, а по итогам второй стал восьмым. В Формуле-3 субботние старты не принесли хороших новостей. Наш Александр Смоллер финишировал на двадцатом месте, а Михаэль Белов на десятом. Зато в воскресенье Белов приехал четырнадцатым, а Смоллер, отыграв шестнадцать позиций, стал четвёртым. И когда судьи назначили штраф Лиаму Лоусону, Александр переместился на третье место. Вегонир без преувеличения культовая модель для марки Jeep. В начале шестидесятых этот автомобиль фактически основал класс люксовых внедорожников. Но тридцать лет назад пионер движения сдал пост, не оставив преемника. Теперь легенда возвращается и сразу в статусе флагмана марки. Чтобы соответствовать ему, салон новинки отделали шпоном, алькантарой и алюминием, попутно внедрив множество тачскринов. Всего здесь семь экранов, включая дисплеи для задних пассажиров. Также предметами гордости стали современная электроника, пневматическая подвеска и сразу три варианта системы полного привода. Вдобавок обещан гибрид, без которого сейчас нельзя представить ни одну новинку. При этом технический Гранд Вегонир – родственник рамного пикапа РМ1500. Но подробности этого родства мы узнаем через несколько месяцев. Ведь сейчас новый Jeep формально носит статус концепта, а старт серийной версии отложен до 2021 года. Хотя понятно, что внешне товарный внедорожник будет мало отличаться от выставочного. И это здорово. Уж очень удачно дизайнеры обыграли ностальгические ретро-мотивы. Возможно, со временем оценить их смогут и российские фанаты Jeep'а. К слову, на самом шоу-каре надписи Jeep мы не видим вовсе. Ни снаружи, ни внутри. Концерн FCA намерен возродить Вегонир сразу как целый бренд. Американский, инновационный и премиальный. Примерно как марка Range Rover для фирмы Land Rover. Второй премьерой от Jeep'а стал гибридный Wrangler. Во время презентации представители марки напирали на то, что экологичный вариант внедорожника понравится ценителям экстремальных выездов за пределы асфальта. Так электромотор, упрятанный внутри восьмиступенчатого автомата, выдает максимум крутящего момента прямо во время старта. И это хорошо для преодоления препятствий в натяг. И вообще такой Jeep обещает новые впечатления. Ведь пройти маршрут, не беспокоя природу рёвом мотора, занятие весьма неожиданное. Правда, даже по асфальту гибридный Wrangler может проехать только лишь 40 километров на чистом электричестве. В сложных условиях этот показатель упадёт вдвое или втрое. Французы из Peugeot уже привыкли эпатировать публику. Но рестайлинг кроссовера 3008 показал – всё, что было до этого, ещё цветочки. Ягодки созрели сейчас. Решётка радиатора лишилась видимых границ. А полностью светодиодные фары пустили стрелы ходовых огней. Привычных противотуманок больше нет. Их заменил специальный режим основных фар. А вот салон подновили чисто косметически. Из очевидных новшеств перечислим 10-дюймовый центральный тачскрин, безрамочное зеркало, новые материалы отделки да дополнительные разъёмы для зарядки гаджетов. Адаптивный круиз-контроль научился возобновлять движение после полной остановки. Кроме того, в списке оборудования появился ассистент ночного видения, а всем двухпедальным машинам строили систему выбора ездовых режимов. Линейку моторов марка Peugeot перетрясла ранее, перед внедрением Эко-норм Евро-6Д. Так что сейчас главная новость — отказ от самого мощного дизеля отдачей 180 сил. Гибридные модификации никуда не делись. В том числе и главная гордость — 300-сильная полноприводная машина. Кроссовер Peugeot 5008 — это длиннобазная версия модели 3008. Поэтому логично, что старший брат обновился ровно по той же схеме, что и младший. Правда, с некоторыми нюансами. Так, 5008 запоздало примерил стайлинг-пакет, который включает окраску крыши, колёс, зеркал и других элементов чёрной эмалью. Самый мощный дизель для более крупной модели, напротив, сохранили. А вот гибридными вариациями машина, на удивление, до сих пор не разжилась. Хотя, наверное, стоила бы. В Европе рыночный дебют семейства запланирован на конец года. А впоследствии машины стоит ждать и в России. Правда, у нас автомобили Peugeot были и остаются дорогой экзотикой. Если суммарный европейский тираж обеих моделей за 4 года составил больше миллиона машин, то Россия ежегодно потребляет лишь около тысячи. И прошедшее обновление вряд ли улучшит эту статистику. Стильный кроссовер Hyundai Kona на рынках Кореи, Европы и Северной Америки имеет статус безусловного бестселлера марки, которому нельзя терять актуальность. Именно поэтому через 3 года после премьеры дизайнеры провели невероятно дерзкий рестайлинг. Интерьер тоже переделан серьезно. Перекроена панель приборов, центральная консоль, изменены дефлекторы климатики и, конечно, внедрена более современная мультимедиа. По технике обновление принесло микрогибридную надстройку, переработанное шасси плюс улучшенное рулевое. И, конечно, Kona обзавелась продвинутой ездовой электроникой. Есть и другие новинки, вроде педали сцепления, работающей по проводам. Одновременно корейцы вывели оспортивленную версию N-Line с иным обвесом кузова, 18-дюймовыми колесами и сдвоенными патрубками выпуска. Получилось эффектно, хотя обычная Kona благодаря обилию некрашенного пластика будет практичнее. Но если посвежевшую Kona мы не увидим, то новое поколение Tucson доберется до России абсолютно точно. Его премьера запланирована на 15 сентября, а пока Hyundai отчитывается об окончании обширной доводочной программы. Климатические испытания Tucson проходил в Швеции и Испании. Тонкими настройками шасси инженеры занимались не абы где, а на Нюрнбургринге. Кроме того, машина таскала груженные прицепы через Альпы. Среди прочего, кроссовер преодолевал брод глубиной 30 сантиметров. Внешность скрыта плотным камуфляжем. Зато мы знаем, что Tucson впервые получит длиннобазную версию. Компания Renault неожиданно опубликовала снимки новых Logan и Sandero, включая Crosshatch, Sandero Stepway. Полноценная премьера семейства состоится 28 сентября. А пока мы можем сказать лишь, что третье поколение бюджетников вышло довольно симпатично. Пропорции у машин совершенно иные. О технике говорить рано. К тому же российский Logan сменит поколение года на два позже европейского. Еще одна новость короткой строкой. В Санкт-Петербурге стартовал выпуск рестайлинговых седанов Kia Rio. По технике изменений, видимо, не планируются. И атмосферные бензиновые моторы 1.4 и 1.6 никуда не денутся. А вот дизайн изменился существенно. Цены и другие подробности обещаны совсем скоро, ведь продажи стартуют осенью. Вчерашний бестселлер Honda CR-V теперь обретается на дне российского рынка. Однако уходить не просто не торопится, но и время от времени радуют немногочисленных фанатов обновлениями. Текущий рестайлинг принес кроссоверу новые бамперы, а также иные ходовые огни и затемненные задние фонари. В салоне изменились только центральная консоль и накладка центрального тоннеля. Список комплектаций остался прежним, хотя их наполнение стало заметно более богатым. Базовая версия Хонды стоит 2 миллиона 300 тысяч, а топовая без малого 3 миллиона. И это явно не поможет вернуть потерянное давным-давно лидерство. Рестайлинг Audi A4 состоялся еще весной прошлого года. Напомню, что в результате обновления изменились даже панели кузова. И вот теперь наконец-то опубликованы российские прайс-листы, а поставки машин запланированы на октябрь. Первым делом на рынок выйдет ограниченная серия Edition One. Ей полагаются 150-сильный двухлитровый турбомотор, 7-ступенчатый преселективный робот, передний привод и внушительный набор оборудования. Цена такого седана почти 3 миллиона рублей. Одновременно стартуют продажи родственного лифтбека A5 Sportback, обновление которого прошло по более скромному сценарию. Для приветственного варианта заявлены форсированный двухлитровый двигатель и полный привод Quattro Ultra с двумя муфтами вместо одной. Ценник уже свыше 4 миллионов рублей. Хотя он, безусловно, оправдан хорошим наполнением, а заодно окутан флером эксклюзивности, так как спецверсии обеих Audi выпустят ограниченным тиражом. Кросс-версия универсала Lada Largus обзавелась спецверсией Quest. Изменены передние крылья, улучшена шумоизоляция салона и дизайн колесных дисков. Бонусом идут черные зеркала и логотипы Quest на спинках кресел и двери багажника. Базовая машина стоит без малого 850 тысяч рублей, а за 7-местный салон придется доплатить еще 23 тысячи. Впрочем, АвтоВАЗ считает, что такой тюнинг на стороне обойдется на 20% дороже. Nissan X-Trail в России обновился полтора года назад, так что вносить серьезные коррективы рано. Зато медиакомплексы Nissan Connect и Яндекс.Авто расширили функционал. Вдобавок комбинированная обивка сидений теперь может быть кофейного цвета. А в дорогих комплектациях появилась функция дистанционного запуска двигателя. Базовый кроссовер подорожал на 73 тысячи рублей, а богатое исполнение LE прибавило почти 200 тысяч. И напоследок снова помянем коронавирус, который притормозил не только автомобильный рынок, но даже и законотворчество. Еще в декабре Государственная Дума одобрила в первом чтении проект закона, запрещающего штрафы за превышение средней скорости. Но по пути ко второму чтению документ завис. Напомним, что авторы законопроекта считают, что штрафы за превышение средней скорости на некоем участке дороги противоречат российским законам. По административному законодательству у нас правонарушение должно быть зафиксировано в конкретное время, в конкретном месте. Здесь же на протяжении нескольких километров автомобиль мог ехать сначала с превышением плюс 50, потом он мог ехать с превышением плюс 20, потом он мог постоять на заправке и выехать из зоны фиксации, якобы вообще ничего не нарушив. Кроме того, авторы законопроекта ссылаются на то, что в правилах дорожного движения и коап отсутствует понятие средней скорости, а привлекать водителей к административной ответственности на основе домыслов и расчетов недопустимо. Прошлую осенью Верховный суд отменил совсем уж анекдотичный штраф за превышение средней скорости, выписанный водителем в Смоленской области. Две камеры были расположены в разных городах на расстоянии 80 километров. Для того, чтобы обойти эти камеры, водители, рискуя жизнью, рискуя здоровьем, приближаются на небезопасное расстояние к впереди идущему большегрузному транспортному средству. Для того, чтобы камера из-за габаритов большегруза не смогла зафиксировать номерной знак легкового транспортного средства, соответственно, уже рассчитать среднюю скорость просто будет невозможно. Срок внесения поправок в законопроект давно истек, а потому инициативу должны рассмотреть после 13 сентября, когда в Госдуме начнутся пленарные заседания. Если документ поддержат, то штрафы за превышение средней скорости могут отменить уже в этом году. Продолжение следует...